Всем привет! В эфире программа для тех, кому всё интересно. Наступила зима. В это время года мы особенно любим нашу студию. Потому что здесь всегда тепло. Можно оттаять, посмотреть на город сверху и потренировать смекалку. А в этом нам помогут анонсы в количестве трёх штук. Анонс-шифровка. Оратор, сурдолог, изобретатель. Место стыка. Филантроп. Ребята, давайте жить дружно. Ну что, коллега, ты окрылён задачей? Очень. Я вот всё думаю над последним словом. Филантроп. Это что-то ругательное? Наоборот. Можно даже сказать, что это комплимент. А, да? Серьёзно? Но что это я расскажу тебе чуть-чуть позже. А то потом будет совсем неинтересно. Ладно. Ну я дождусь. Первый анонс. Оратор, сурдолог, изобретатель. Думаю, что такой оратор знают все. И это не тот, кто много кричит. А рётко сказали бы в народе. Оратор это мастер красноречия. Например, Цицером. А он был сурдологом. А кто это? Он обучает речи слабослышащих людей. Что-то я ничего такого не слышал. Да и про изобретение тоже. Хотя стой. Он разговаривал с камешками во рту? Нет, нет. Это был не он, а оратор Димосфен. Он так боролся с дефектами дикции. И помогло? Вроде да. Ну тогда пускай это будет Димосфен. Версия с натяжкой. Но другой у нас нет. Кто изобрёл телефон? Оратор, сурдолог и изобретатель Александр Белл. Целью всей его жизни была помощь тем, кто плохо слышит. Ведь его мама и супруга страдали от глухоты. Родился Александр Грейам Белл в 1847 году в Шотландии. Дед – основатель известной в Швейцарии школы ораторского искусства. Отец – профессор риторики, разработавший правила зримой речи, позволяющей научиться воспроизводить звуки даже глухим людям, которые никогда не слышали речь. Сам Александр обучался в Эдинбургской королевской школе. Затем в Эдинбургском университете преподавал красноречие и музыку. Много помогал отцу. Они вместе разрабатывали методику постановки правильной дикции. В 1870 году семейство переехало в Канаду. Там совершенно неожиданно получило развитие юношеское увлечение Белла – изобретательство. Ещё в 11 лет мальчик сконструировал оригинальные устройства для лущения зерна. Потом Александр создал электрическое пианино с динамиками, находящимися далеко от инструмента. Фактически, это уже передача звука на расстоянии. Дело осталось за малым – заменить музыку на филологию, а вместо вальсов и ноктюрнов пустить по проводам живую человеческую речь. Но гениальная идея всё не приходила. А дальше случилось вот что. Белл продолжал работать над своим дистанционным пианино. В одной из комнат его ассистент, механик Томас Ватсон, издавал звуки с помощью металлических пластинок, настроенных в октаву. В другой комнате Белл принимал эти звуки. В какой-то момент звук извлечь не удалось. Томас обнаружил, что край пластины припаялся к устройству. Каково же было удивление Белла, когда вместо ожидаемого мелодического звука он услышал ругань своего механика. Припаявшаяся пластина превратилась в мембрану, передающую звук. Белл вбежал в комнату Ватсона, пытавшегося устранить неисправность. «Что вы сейчас сделали? Ничего не меняйте!» – закричал он. В этот момент Александр задумался о создании принципиально нового коммуникационного устройства, что, собственно, и случилось в 1876 году. Но сначала Белл позаботился о закреплении за собой авторских прав и получил патент. Лишь после этого состоялась публичная демонстрация нового изобретения. 10 марта 1876 года в присутствии репортеров была произнесена фраза, вошедшая в историю, как первые слова, сказанные по телефону. Белл, находившийся в своей квартире, сказал Томасу, сидящему в лаборатории, «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Затем участие во всемирной выставке в Филадельфии, где Белл читал по телефону монолог Гамлета «Быть или не быть», потом создание «Общество телефона Белла» и организация телефонной связи по всему миру. К 1883 году Белл, уже ставший миллионером, занялся благотворительностью, разработкой технологии для адаптации инвалидов по слуху и зрению, создал Американскую ассоциацию содействия обучению глухих устной речи, стал поддерживать молодых ученых. Будучи активистом Американского географического сообщества, Белл стоял у истоков журнала National Geographic, одного из крупнейших изданий, существующих и в наши дни. А еще Александр Белл изобрел фотофон, аппарат для передачи звука при помощи световых импульсов, вакуумный насос, аэроплан «Серебряный дротик», лодку на подводных крыльях и металлоискатель для поиска подземной руды. Но совершенно точно можно сказать, что в историю мировой цивилизации изобретатель въехал именно на своем телефоне. Не стало Александра Белла в 1922 году, ему было 75 лет. В этот день его память почтили весьма необычным образом. На всей территории Америки ровно на минуту выключили все телефонные станции. Вот это человечище. Даже не представляю, что было бы, если бы не он. Звук просто не передавался бы на дальние расстояния, да и все. И все. Это была бы катастрофа. Ни телефона, ни телеграфа, ни слуховых аппаратов и еще уймы других полезных штук, вроде металлоискателя. Да ладно, ладно, я шучу. Это супер изобретение. В общем, друзья, запомните. Имя Александра Белла. Оратора, сурдолога и изобретателя. А второй анонс немного странный. Вместо стыка. Ага. Я знаю про склейку кадров. Есть такой термин в монтаже. Еще стыкуются части спутникового корабля. Сомневаюсь, что у нас тут курсы космонавтов. Тогда это могут быть те, кто восстанавливает древние артефакты. Археологи. Они так склеивают древние базы, что и места стыка не найти. Или же художники-реставраторы. За окном уныло? Выход есть! Отправляемся в виртуальное путешествие по красивейшим местам планеты. Первая локация – место, где Америка не спеша, примерно по 2 сантиметра в год, удаляется от Евразии. Заинтригованы? Сейчас все объясню. Из уроков географии вы наверняка знаете о литосферных плитах. На них расположены материки. Плиты двигаются, и материки, соответственно, двигаются вместе с ними. Так вот, стык двух плит, который мы видим как разлом между Америкой и Евразией, находится в Исландии, на территории национального парка Тингвелир. Так что здесь вы спокойно сможете перейти с одного континента на другой без предъявления паспорта. Самая глубокая трещина этого разлома проходит по дну озера Тингвадловатн и образует ущелье Сильфра. Вода здесь всегда холодная и кристально чистая. Сюда она проникает из подземного озера, которое, в свою очередь, питается от ледника Лангёкюдль, просачивая сквозь лавовые породы. Чем не фильтр? За новые порции загадок отправляемся в один из красивейших заповедников Китая – Хуанлун, что в переводе означает «желтый дракон». С высоты птичьего полета он действительно напоминает гигантского дракона. Но это просто причудливые формы рельефа, сложенные из «желтого известняка». А кто же их сложил? Китайцы? Нет, природа справилась сама. Миллионы лет осадки и ручейки, текущие с горных ледников, просачивались сквозь землю. Подземные потоки растворяли слои кальцитовых пород. И когда ручеек пробивался наружу, из-за разницы температур, кальцит, кристаллизовывался и оседал на различных поверхностях – земле, камнях и растениях. Вот и результат. Заповедник расположен на высоте 3400 метров над уровнем моря. Его озера образуют 8 групп водоемов. Они каскадом спускаются вниз и переливаются из одного водоема в другой. Красота! А таких озер в заповеднике до 3500. Правда, большинство размером с небольшую лужу. Но общую картину это не портит. Живут в Хуанлуне и редкие краснокнижные животные – юнаньский леопард, беломордый олень, бамбуковый медведь и золотистая курносая обезьяна. Еще одно удивительное место находится в Бразилии, а точнее в ее северной части рядом с Атлантическим океаном. Это Ленсойс мараньенсис – водная пустыня. Нет, мы ничего не напутали. Вода в пустыне тоже бывает. Площадь этого национального парка – более тысячи квадратных километров. И кругом только дюны из белоснежного песка и бирюзовые лагуны. Мираж не иначе. Так откуда вода в пустыне? Оказывается, здесь с января по июнь бесконечно льет дождь. И воды там так много, что она не успевает уходить в грунт и просто скапливается между дюнами. В результате чего и образуются бирюзовые, синие и зеленые лагуны. Многие из них временные, а некоторые даже летом не пересыхают из-за непроницаемой скалы под слоем песка. И здесь даже можно провести чемпионат по плаванию. Примерно с июля по сентябрь на небе не облачко. Интересно, что лагуны связаны не только между собой, но еще и с реками, например, амазонкой. Поэтому в них обитают различные виды рыб и насекомых. А вы говорите, воды в пустыне не бывает? Да, не хотел бы я оказаться на месте стыка двух литосферных плит. Даже во сне. Ну, ничего страшного в этом нет. Мы уже в этом убедились. Нужно показать сюжет учителя географии. Кстати, а давай вспомним кого-нибудь из филантропов. Ты мне так и не сказал, что это значит. Точно, я совсем забыл. Филантроп — это человек, который хорошо относится к людям. Филос по-гречески значит «любить». А, ну, добряк. Что-то типа этого. А кто тогда этот человек? Наверное, тот, кто помогает другим. Работник социальной службы или волонтер какой-нибудь. Нет, нет, имя. Откуда мне знать? Настоящие филантропы себя не афишируют. Им не нужна реклама. Они помогают бескорыстно. То есть, просто так. Ронан Китинг — ирландский певец и автор песен, музыкант и филантроп, который в настоящее время ведет шоу за завтраком на Magic Radio. Когда-то Ронан серьезно занимался легкой атлетикой и был довольно успешным спортсменом, что позволило юному Китингу получить право на бесплатное обучение в университете. Но он выбрал другой путь. Устроившись на работу в магазин обуви, в 14 лет он стал помощником продавца. Однажды увидев объявление о наборе в музыкальную группу, он решился отправиться на прослушивание и, обойдя 300 других претендентов, был приглашен в группу Луиса Уолша «Бойзон». Группа дебютировала в 1993 году и состояла из пяти юных ирландцев. Ронан Китинг стал лидером-вокалистом. Ребята напряженно работали, их песни становились популярными, ребят даже узнавали на улице. А за пять лет у них вышло четыре замечательных альбома. В нулевых группа «Бойзон» распалась. Каждый решил развиваться отдельно и устраивать свою жизнь и карьеру. Однако спустя семь лет они вновь воссоединились и снова продолжили совместный путь. Хотя Ронан сольное творчество не оставил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Я загуглил и нашел информацию. Оказывается, Ронан является основателем фонда помощи онкобольным. Доброе дело. Но филантропом может быть и самый обычный человек. Для этого достаточно просто замечать тех, кому нужна помощь. И помогать тем, кто в ней нуждается. Соседям, прохожим, одноклассникам. В большом и малом. Бескорыстно. А программу вели Артем и Танил. Смотрите нас в эфире и на ютубе. Будем рады встрече. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова